У вас партнеры, приветствую вас в гости. Сегодня мы приглашены на вебинар, посвященный криптовалюте Биткоин, BitClub Network. И мы сегодня поговорим с вами о том, что такое Биткоин, для чего нам нужен Биткоин и какие новые возможности мы получили, благодаря тому, что компания BitClub Network развивается и дает нам новые инструменты. Итак, давайте будем говорить по порядку. Во вторник мы приглашаем всегда людей, которые ничего не знают о Биткоине. Или же они знают, но не совсем понимают то, что Биткоин это платежное средство и значимость его можно примерно сравнить со значимостью появления в свое время интернета. Вы помните, что когда появился у нас первый интернет, мы все отрицали, смеялись и говорили, что никто им пользоваться не будет. Где-то что-то передастся, не передастся, дойдет ли наше сообщение или письмо, увидим ли мы тот сайт, который мы хотим или нет. То есть, одним словом, была целая волна недоверия. И только самые отчаянные те, кто покупали тогда компьютеры по огромной цене, тогда они стоили очень дорого, все-таки решились попробовать, а что же такое интернет. И сегодня, если мы возьмем школьников, а даже зачем далеко ходить, маленьких детей, которые находятся сегодня в возрасте примерно 4-5 лет, они уже все элементарно знают, как пользоваться скайпом, позвонить бабушке или маме или папе, знают буквально, как включить себе мультфильмы и так далее, и так далее. Посмотрите, как быстро все поменялось. И несмотря на то, что биткоину достаточное количество юных лет, 8 лет, вы должны увидеть его теперь в новом свете. То есть, когда он улыбается вам своим знаком B, с двумя хвостиками снизу и сверху, практически с каждого сайта. Когда вы заходите сегодня на сайты для покупок и переходите в раздел «Платить», то вам будет предложено зачастую оплатить карты, оплатить какими-то кошельками, и обязательно, если это продвинутый сайт, там будет стоять значок B. Это значит биткоин. Почему так любят этот значок продавцы? Потому что, когда вы продаете за биткоины, то тогда вы получаете некоторые преимущества. Например, когда вы продали за биткоин какой-то товар или какую-то услугу, и вы знаете, уже те, кто у нас бывает часто на вебинарах, что биткоин постоянно растет в цене, то практически вы можете, даже давая дисконт, дисконт – это скидка, на товар, все равно заработать больше, чем бы продавали его за рубли. Давайте возьмем простой пример. Если, например, ваш оборот у продавца составляет цикл оборота 1 месяц, то есть сегодня вы закупаете товар, вы его в течение этого месяца продали, и едете с товаром через месяц. За этот месяц, пока у вас идет этот денежный товарный оборот, биткоин может подняться в цене на 10, 20, 30, иногда и 40, иногда и 50%. И поэтому вы выиграете только потому, что у вас все-таки единица была, не рубль или доллар или евро, которые все подвержены инфляции и дешевеют, в отличие от биткоина, который только дорожает. Что бы нам дал биткоин на уровне бытовом? То есть когда мы говорим о том, что каждый человек хочет, чтобы его платежи, первое, были быстрые, второе, дешевые, третье, анонимные, четвертые, без предоставления каких-то документов, ожидания в очереди и так далее, и так далее. Так вот, если мы все эти требования, которые я перечислил, применим к обычным деньгам, то что у нас будет? Мы должны будем прийти в банк, предъявить все документы, открыть там счет и заплатить потом еще банку за перевод. Если, например, я делаю wire transfer из Америки в Европу, то это 45 долларов. Неважно, какую сумму я посылаю. Поэтому в этом случае я без этого инструмента, без банковского трансфера обойтись бы не мог, если бы не биткоин. Когда у меня появляется биткоин, то мои платежи быстрые, дешевые, анонимные и без ограничений. Поэтому я могу переводить его любому человеку на такой же адрес, как и у каждого, кто владеет биткоином. И он также может переводить свой биткоин за все, что угодно. Что можно купить сегодня за биткоин, об этом вы лучше посмотрите на сайтах. На сайтах сегодня продается все. Если вы зайдете на любой уважающий себя интернет-магазин или даже просто в магазины, которые продают в онлайн, обычные наземные магазины, то вы увидите, что за биткоин можно купить сегодня от еды до недвижимости. И прочее, что посередине находится. Мебель, отпуск, билеты, я не знаю, массаж, физкультуру, все, что хотите. Одним словом, биткоин признан как платежное средство. И биткоин, для того, чтобы было интересно всем с ним работать, имеет сейчас некое вознаграждение. Вознаграждение за майнинг. Много, может быть, будет слов для вас новых, но я постараюсь их каждый раз расшифровывать, чтобы у вас появилось какое-то понимание, почему именно биткоин, что такое майнинг, что такое кошелек и прочее, и прочее. Сейчас я перейду уже от слов к делу, а именно, я буду показывать вам только существующие сайты, которые открыл, правда, чуть-чуть заранее, чтобы не сидеть сейчас и щелкать каждый раз, открывая их, но вы их можете точно так же открыть и проверить. И убедиться в том, что биткоин есть, биткоин есть на бирже, биткоин не регулируемое никем децентрализованное платежное средство, и его нельзя назвать деньгами, хотя им можно платить. Итак, я перейду к показу сайтов, и мы сейчас посмотрим уже с вами на примере, как же себя ведет биткоин, и почему сегодня так много людей на него обращают внимание, и почему сегодня его очень трудно купить. Если вы сегодня выйдете со значительной суммы на рынок, потому что вы видите, какой у него график за прошлый год, и если бы, скажем, вы как предприниматель или как частное лицо пришли бы покупать биткоин ровно год назад в эту дату, то вы получили бы цену 416 долларов. Вы бы могли его купить за эту цену и продать за эту цену. Таким образом, 416 долларов – это в 416 раз дороже самого доллара, который считается крепкой валютой и который пользуется спросом во всем мире. Итак, 416 долларов – это была цена всего лишь год назад. И если бы вы имели, как бы, информацию о биткоин, а многие имели, но не имели смелости его купить, ну, предположим, у вас все совпало, и 416 долларов было, и смелость у вас была, и знания у вас тоже были, благодаря какому-то из наших консультантов, который проконсультировал вас вовремя и показал точно такие же сайты, точно такие же графики, где он уже, если он с нами, скажем, минимум 2 года, побывал сам. Он все это прошел, он покупал биткоины и по 280 долларов, и по 300 долларов, и по 400 долларов, а сейчас он, если бы захотел их продать, мог бы продать их дороже, чем 1100 долларов, а конкретно 1142 доллара стоит сейчас биткоин в данную минуту на бирже. Итак, если посмотреть на изменения, в лучшую сторону для вас, если бы вы хранили в биткоинах примерно в 2,5 раза. Я не буду точные цифры сейчас подсчитывать, потому что нам важен не точный подсчет, а сам факт изменения цены, который мы называем курсовая стоимость биткоина, а вот эти изменения графика мы называем волатильностью или колебанием цен. Да, колебание цен или волатильность у биткоина высокая. Это или плохо, есть и хорошо, и плохо. Когда вы уже профессионально работаете с биткоином, то это для вас хорошо, потому что вы всегда уже как профессионал можете близко около этих цен купить, и если вы хорошо разбираетесь, то близко около этих максимальных цен продать. И тем самым за буквально 2-3-4 месяца удвоить, а то и утроить свой капитал, работая как спекулянт. Но мы сегодня будем говорить с вами о пассивном доходе, о том, что не требует вашего внимания, ваших знаний, вашей усидчивости, ваших нервов в конце концов, купить или не купить, а вдруг еще подрастет или вдруг еще упадет. Так вот, если вы не хотите этим заниматься, но вы считаете, что биткоин сегодня дорогой для вас, для покупки, то я буду говорить с вами о том, что биткоин, самое выгодное, это добывать. Если вы считаете, что его цена высока, и изучая литературу, которую я изучаю, которую изучают наши партнеры, вы будете видеть, что прогноз цен на биткоин в этом году до конца года более 2 тысяч долларов, в следующем году более 5 тысяч долларов, и так далее, захотели бы его добывать, а не покупать, потому что он бы для вас стоил все дороже, дороже и дороже, но это был бы все тот же биткоин, только за другие деньги. Если бы вы взялись его добывать вместе с нами, то у вас был бы биткоин, 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 а какая цена, это уже вам показал бы рынок. И если бы вы хотели в этот момент его продавать, то, конечно, бы вы искали самую высокую цену, как хороший спекулянт. Надеюсь, что вы когда-то в жизни, но все-таки спекулировали. Спекулировали. Может быть, в те 90-е или 80-е, или еще раньше в 70-е. Ну и, наверное, и сейчас, потому что многие люди молодые и не очень занимаются все-таки ценными бумагами, занимаются различными способами вложений и получения прибыли на биржах и так далее. Поэтому я думаю, что они уже к этой теме подготовлены. Может быть, они просто не всегда думали, что биткоин может быть тоже активом, на котором можно хорошо заработать. Таким образом, если мы переходим к добыче, то я сейчас вам покажу наш пул. Что такое пул? Пул – это когда большое количество людей складываются вместе с своими биткоинами для того, чтобы установить большое, дорогое оборудование, которое будет с большей вероятностью добывать биткоины. Почему? Потому что растет сложность добычи биткоина. И поэтому, когда вы могли бы слышать раньше истории, как люди добывали их дома, то теперь эти уже истории можно написать действительно в истории. То есть это было, но так уже не будет, потому что сейчас будут на этом рынке добывать биткоины только сильные, сильные майнер-пулы. И вот сейчас мы находимся на одном из них. Вы видите лого компании BitClub. И если вы перейдете по этому сайту чуть-чуть ниже, то здесь будет у вас еще и ссылка на сайт BitClub Network. Это продающая компания, это network-компания, которая распространяет через информацию, знания о биткоине и показывает, как его можно не просто покупать, а добывать. Так вот, если мы заметили наше лого BitClub Network, то я позволю себе перейти на другой сайт, где четко посмотрим, существует ли компания наша, что она в конце концов добывается, в каком количестве, на данную секунду, потому что мы на живом сайте. Вот если сейчас мы возьмем блок, блокчейн, дата-инфо, то мы увидим вот этот вот график, какие пулы, сколько добывают биткоинов, и есть ли вообще здесь те пулы, может быть даже через которые кто-то и пытался из вас добывать, или сейчас добывают, или вам говорят, что вы добываете, но не суть в этом. Посмотрите, вот здесь находится BitClub Network Pool. На данную секунду мы добываем 3-4% от всей мировой добычи биткоинов. И если вы спуститесь вниз, вот сюда, то вы увидите всех получателей, всех майнеров. И вот мы здесь находимся на данную секунду с 20 блоками, которые мы добыли. Как убедиться, что действительно это майнинг? Только выйдет сюда на блокчейн, только обнаружив вот эти блоки. И это сделать очень легко. Нажимаете BitClub Network, смотрите все блоки последние, которые они добыли. BitClub Network Mining Pool. И вот здесь мы видим адреса, которые нас выведут на счет. Придний блок, который был добыт, BitClub Network. И вот здесь находится счет, который вы можете также проверить и убедиться, что 45601 биткоин всего получен компанией BitClub Network. Это означает, что это реальный майнер, который продает свои биткоины, вернее, распределяет, извините, между участниками, то есть вами, теми людьми, которые арендовали пулы по добыче биткоина. Так как само оборудование очень дорогое, тем более в таком количестве, как его имеет BitClub Network, то у BitClub Network есть простое решение. Это разделить это оборудование на доступные вам доли, так, чтобы вы могли даже с небольшими деньгами начать инвестировать в биткоин. Ну, хотя бы начать добывать его от части оборудования размером в 500 долларов. Потому что обычное, самое минимальное оборудование для добычи биткоина стоит от 200, ой, от 2 500 долларов. Таким образом, если у вас есть даже 500 долларов, вы можете свободно начать пробовать, пробовать добывать с BitClub Network. И тогда у вас будет личный опыт. А раз у вас появится личный опыт, значит появится и как бы желание поделиться с человеком, который живет рядом с вами, супруг, супруга, дети, родители и так далее, и так далее. Возможно, друзья, где вы работаете. Каждый из вас сегодня озадачен тем, где бы заработать побольше. Да причем еще и не работать, а просто получать деньги. Так в этом случае, когда вы становитесь собственником, ну, когда вы арендуете, помните, любой предмет, который вы арендуете, на время пользования становится вашим. Так вот, вы арендовали часть оборудования, оно зарабатывает вам новые биткоины, и за всем этим смотрит компания, а не вы. Потому что вам есть чем заниматься, вы зарабатываете деньги, вы, как бы называется, воспитываете детей, то есть вы делаете все, еще времени для того, чтобы майнить. Итак, мы сейчас перейдем на другой сайт, который я тоже хотел вам показать, чтобы на будущее, когда у вас будут спрашивать, а есть ли еще какие-то криптовалюты на рынке, кроме биткоина? Конечно, уважаемые, они есть и будут, потому что каждый сейчас хочет показать, что он может придумать криптовалюту более эффективную, чем биткоин, и может быть даже занять ее место первое, как сейчас в мире. Так вот, конечно же, таких криптовалют много, но битклабнетворк, зная, что здесь у нас инвесторы очень грамотные люди, плюс они понимают, что такое снижение рисков получения планируемой прибыли, и поэтому для того, чтобы эти риски снизить, то есть в то время, на которое вы нацелены, получить ту самую прибыль, которую вы ожидаете, для этого, конечно, нужно добывать несколько криптовалют, так как это несколько активов. Посмотрите, какие сегодня предлагает компания новые возможности для тех, кто пришел к нам, вот буквально там, неделю-полторы назад. Как и раньше, основным нашим пулом является пул по добыче биткоина, так как он все-таки является основной криптовалютой, базовой, можно сказать так, и все идет от биткоина. Вы можете за биткоин купить любой другой коин, если вы выйдете на биржу, где вы будете обмениваться и покупать другие, вряд ли там во многих случаях возьмут вашу карточку банковскую, они просто скажут, дайте что-нибудь, лучше всего биткоин. Так вот, если вы с биткоином знакомы и добываете его, то что сейчас дается вам для того, чтобы расширить свой портфель в одной компании? Работая с BitClub Network, вы можете иметь несколько криптовалют. Я сейчас их обозначу. Итак, биткоин, этериум, дальше Dash, дальше идем Monero, дальше идем Zcash, таким образом, плюс к этим криптовалютам есть собственная валюта клуба, это ClapCoin. Итак, список добываемых для вас валют уже довольно широк, и он будет расширяться, потому что чем большее количество криптовалют вы добываете, с их разным графиком, видите, и такой график, и вот такой, и вот такой. Так вот, если сложить эти графики все вместе один на один наложить, то у вас будет значительно большая прибыль, чем бы вы делали это с одной криптовалютой. Это и есть диверсификация для того, чтобы снизить риски получения вами планируемой прибыли в срок. Так вот, если сейчас человек приходит к нам в BitClub Network, то кроме тех пулов, которые у нас есть на Bitcoin, человек может себе купить дополнительные пулы для того, чтобы получать очень длительное время так называемые альткоины. Что такое альткоины? Это альтернативные коины. Это чтобы не применять каждому отдельное название. и Ethereum, и Dash, и другие, это все альтернативные коины. Так вот, если вы имеете сегодня такую цель, чтобы максимально приблизиться к чему-либо какой-то вашей финансовой цели в определенный срок, то это называется финансовое планирование. Когда вы планируете какую-то большую покупку, выход на пенсию, начало учебы ваших детей, покупку недвижимости, дорогого автомобиля, отпуска, вот все, что бы вы ни делали, нуждается в финансовом планировании, если эта сумма покупки превышает вашу ежемесячную зарплату. Если вы не можете купить на зарплату на одну дом, значит вам придется заниматься финансовым планированием. Как это сделать? Это нужно сделать так, чтобы ваши усилия умножались силой инвестиций в несколько раз, чтобы если вы когда-то и задумаете расстаться с вашими деньгами тире активами, то только ради какой-то значимой пользы для вас, которая является, ну будем говорить так, соизмеримым вашим затратом. сейчас у меня многие звонят мне и говорят Ричард, есть ли минутка для совета? Я говорю, конечно, я всегда готов дать совет, потому что я понимаю, что он может сберечь вам годы, годы и еще раз годы, деньги, деньги и еще раз деньги. Почему? Потому что каждый правильный совет невозможно оценить прямо сейчас, потому что ценность его растет с временем. И так подходят ко мне сегодня часто люди с вопросом, есть ли смысл сейчас свои заработанные деньги для сохранения, первое, и при умножении, второе, положить недвижимость, то есть инвестировать недвижимость. Я говорю, это всегда было и есть базовые инвестиции, которые знают люди, но насколько она выгодна, это вы должны сами проследить за тенденции, за сколько, например, люди, которые сегодня продают эту недвижимость, ее построили. Почему они ее продают, такую хорошую недвижимость, которая могла бы им приносить доход? И вы обнаружите, что на самом деле недвижимость не только сейчас не сохраняет деньги, она еще требует новых, потому что она изнашивается, за нее нужно платить налоги, и государство многих стран, зная, что вы никуда не денетесь со своей недвижимостью, поднимает бессовестно налоги, потому что они понимают, что вы их все равно заплатите, поскольку вы уже собственник. Так вот, если мы будем говорить общий такой совет для всех, то что бы можно было отметить, что, конечно, когда вы хотите во что-то инвестировать, то вы должны посмотреть, сколько вам лет, сколько вам лет, и есть ли у вас время до того момента, где расположена ваша цель. Например, вы хотите обучать своего внука или ребенка, и вам осталось до обучения, ну, предположим, год. Я бы сказал, так, заждались, что-то вы слишком долго засиделись, не инвестируя, потому что вы потеряли самое ценное, что есть в инвестициях, это время. Вы потеряли время, которое уже не вернуть, но его можно купить. Многие спрашивают, можно ли купить время? Конечно, только за очень большие деньги. Чтобы сейчас вернуть те 17 лет, которые вы потеряли даром, вам придется заплатить очень большие деньги, так как за год, оставшиеся до обучения, ну, вы не добьетесь тех целей, которые бы вы могли добиться, если бы вы, например, вашему рожденному внуку вместо игрушки подарили бы пул за 500 долларов, который бы приносил ему все его 18 лет биткоины, таким образом, этот ребенок был бы сегодня очень богат, несоизмеримо с тем, какой подарок вы ему сделали, просто несоизмеримо. поэтому, если говорить о том, что такое планирование, то можно сказать буквально одной фразой, финансовое планирование это основа вашей финансовой стабильности и зависит она только от ваших знаний и решимости, если вы решили и знаете ради чего, то вы делаете, а инструменты, естественно, мы вам подберем. Итак, посмотрите, если бы вы, даже имея год в запасе, начали бы сохранять свои капиталы в биткоин для того, чтобы все-таки выполнить обязательства перед своими внуками, если вы им их давали, то тогда бы вы могли увеличить свой капитал за год в два с половиной раза. Много это или мало, вы можете сходить в банк и посмотреть, сколько они дадут вам по депозиту сейчас. И если вы приятно удивитесь, то они вам дадут наверное в десять раз, а то и больше, меньше. То есть никаких в два с половиной раза разговора даже не будет идти. Это один процент, два процента в год, ну, пять, шесть может быть где-то. Так вот, эта удручающая статистика подошла бы человеку, который не спешит со своей целью и у него есть, предположим, какие-то длительные, длительные годы. И он говорит мне, ой, да я еще успею, я могу вообще просто откладывать деньги в банки и со временем у меня накопится какая-то сумма. Да, уважаемые, я хочу констатировать, что сумма действительно накопится. только купить вы за нее уже сможете в два раза, а то и в три раза меньше, потому что у фиатных денег любых есть инфляция и очень жестокая. Так вот, если бы вы в это же самое время все-таки инвестировали в какие-то активы более активные, чем просто складывать деньги в банк даже под 10% годовых, то вы бы обнаружили, что ваши цели по времени приблизились, это не было бы пожизненное накопление для нормального жизни человеку достаточно интенсивно поработать 10 лет. Но, зная историю очень многих своих партнеров и клиентов-инвесторов, я вижу, что они работают уже значительно больше и 25, и 30, и 40 лет и до сих пор не стали богатыми. И я уже могу иногда сказать им, скорее всего, если они сохранят тот же самый образ жизни, они уже богатыми и не будут. Они так и будут сводить концы с концами, пока есть зарплата, а вот что они будут сводить с чем, когда ее нет, вот это для меня большая загадка. Как они будут тогда жить, на что они будут питаться, платить за квартиру. Многие говорят, так у нас же будет пенсия. Я говорю, ну конечно, у вас будет шикарная 200-долларовая пенсия. Живи, ни в чем себе не отказывай. Что сегодня может купить европеец за 200 долларов в месяц? Или, скажем, россиянин, или украинец, или казах. Сумасшедшие, конечно, деньги. Живи, ни в чем себе не отказывай. Этого не хватит даже на неделю. Так вот, рассчитывать на то, что дядя правитель заплатит вам по достоинству, уже давно, я думаю, у вас таких розовых очков нет. А раз нет, то вы должны думать о себе сейчас, пока вы молоды, энергичны, и у вас есть какие-то деньги. Многие спрашивают, так, конечно же, нужно иметь огромные деньги, чтобы начать инвестировать. Напоминаю, любой человек, который имеет 500, 600, 700, 800 долларов, уже может стать инвестором. Но даже если у него таких денег нет, он может их спокойно до этой суммы 500, 600 долларов накопить, покупая биткоины, потому что они очень дробятся в цене. Если вы посмотрите вот здесь на цену 1, 134, 35 и так далее, и так далее. Видите, сколько знаков после точки, потому что биткоин делится на огромное количество мелких-мелких долей, называемых сатоши, и многие из вас, наверное, слышали уже это слово, а может быть, даже еще и пытались добыть бесплатно вот эти самые сатоши. Но в любом случае каждый инвестор, который видел вот на эти мучения людей, крановщиков, как я их называю, на кранах они все время на кранах, круглые сутки портят зрение ради того, чтобы получить, может быть, за год там какие-то части биткоина. Так вот, если вы все-таки не вот этот человек, который хочет получить бесплатные копейки, а инвестор, то вы бы поступали так, как поступают многие люди. Какую-то часть вашей зарплаты, которую вы получаете, или вашего гонорара, или еще что-нибудь, вы бы вкладывали в производство, производство биткоинов, потому что чем больше вы их производите, тем быстрее ваш уровень жизни вырастет, умножится, потом приумножится, и в конце концов вы дойдете до полного процветания. Что это такое? Это когда вы перестанете думать о деньгах, когда они будут просто для вас, как обычным явлением, так как утром вы встаете и видите солнце, как вы приходите к реке и видите воду, или как зимой вы видите снег. Вот точно таким же явлением должны быть и деньги. вы не должны переживать по поводу их прихода для того, чтобы ну как бы с ужасом думать о том, что а вдруг не заплатят получку, а вдруг не будет аванса, а вдруг вообще предприятие закроется и меня уволят. Такие мысли сейчас посещают половину населения мира, потому что экономика желает лучшего, в некоторых странах вообще ее уже нет, но тем не менее остаются гарантированные счета, которые вы должны оплачивать, и поэтому в любом случае вам когда-то придется заняться инвестициями. Насколько вы рано начнете и какие суммы в данном случае будете инвестировать, зависит от того, как скоро вы обеспечите цель деньгами, которую вы поставили. боже упаси, чтобы вы сейчас в ваши молодые годы засматривались на недвижимость, да еще и в ипотеку. Это просто что называется, если хочет Бог наказать человека, так он его сводит с ипотечным брокером, а тот его приводит к краху, потому что он все-таки всучит ему какой-то кредит, который этого человека унесет на дно. так вот не дай вам Бог. И если вдруг вы все-таки избежали этого и не имеете на себе вот этого времени ипотечного, то самое время какую-то часть денег я бы рекомендовал не менее 30% каждый месяц, когда у вас есть доход, получка или зарплата, покупать себе немного биткоинов, не важно по какой цене, так как я вас немножко успокою. Смотрите, неважно какая цена будет у биткоина в битклаб нетворк, она не меняется по сумме аренды, как были 500 долларов, 1000 долларов, 2000 долларов, так они и остаются. Это означает, что вы можете прийти с меньшим количеством биткоинов, если он подорожает или с большим количеством биткоинов, если он подешевеет. Таким образом, вы можете всегда рассчитывать на то, что вы имея в кармане 600 долларов, можете в любое время прийти и приобрести пул. Неважно какая цена, это не имеет никакого для вас значения. Когда будет иметь значение цена для вас? Тогда, когда вы захотите продавать биткоин. если вы хотите его потом продавать, такое всякое бывает, поэтому тогда уже вы будете смотреть вот сюда. Где продать? Конечно, хорошо бы здесь, конечно, хорошо бы здесь, но удастся ли вам продать в этот момент или нет, вы можете, конечно, попытаться. Но даже если бы вы продали его прямо сейчас за 416 и продав за 142, то поверьте, вы бы не прогадали, а наоборот получили бы очень хороший прирост. Так вот, это только пассивно положили и подождали. Это вам для того, чтобы получить прибыль, внимание, придется продать ваш биткоин. вы не сможете по-другому получить прибыль, даже такую высокую супер прибыль, если вы его не продадите. И поэтому добывать биткоины еще более интересно, потому что у вас всегда все равно будут новые биткоины. Одни вы потратили, потому что все-таки жить на что-то надо, а вторые у вас добываются. И это длится долгие-долгие годы. И поэтому когда у вас есть аппаратура, в данном случае аренда аппаратуры, которая постоянно добывает биткоины круглые сутки для вас, то это значит, что для вас открывается родник денег. То есть он просто приносит вам свежую воду или деньги. Если вы к этому моменту подойдете тщательно с планированием, с хорошей консультацией вашего криптоконсультанта, то поверьте мне, через два-три года вы будете с ужасом вспоминать этот день и говорить, а что если бы я не принял решение, а что если бы я не попал на этот вебинар, а что если бы мой друг обошел меня стороной и не рассказал мне об этой возможности, что бы со мной было, а то, что есть вокруг со всеми, это для многих не только уже еле-еле сводим концы с концами, а уже даже и нищета, то есть конкретная нищета, которая людей почему-то не пугает и не дает им как бы толчка, а они наоборот смирившись говорят, ну бывает и хуже, конечно бывает, когда вы уже можете перейти на щавель, на траву, конечно, да, будет вам и такое, если вы не будете планировать. Почему я говорю о планировании уже почти 30 лет? Только лишь потому каждый человек уже знает, но я ему напомню, о том, что ему никто не должен. Иногда супруги, родители и просто люди предъявляют друг к другу и особенно государству непомерные требования, что кто-то кому-то должен, а на самом деле они абсолютно неправы, потому что никто, никому ничего не должен. Если вы сами не берете свои финансы в руки, то поверьте мне, они будут только не у вас. Если вы не будете управлять своими деньгами, вы очень быстро придете к этой самой тихой гавани, где нет ничего, кроме ожидания, что кто-то вам подаст или кто-то вам должен. Если у вас уже нет этих лучезарных мыслей о том, что кто-то вам подкинет, кто-то вам даст, кто-то вас обеспечит, то тогда самое время начинать, потому что биткоин не стоит на месте. И вы это видите. Ваша жизнь тоже не стоит на месте. И вы, наверное, это видите, подходя иногда, хотя бы раз в день, к зеркалу. Ну, а иногда заглядывая в паспорт. Как он быстро заканчивается. 10 лет, как один миг. Раз, следующие 10 лет, следующие 10 лет. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, если вы инвестируете. Эти 10 лет пролетают незаметно, а капиталы, умножившись в десятки раз, а не в 10 лет, будут приятно согревать ваше будущее. Но иногда это плохо, когда вы просто бездемничаете эти 10 лет, ничего не делаете и говорите, так еще 10 лет прошло, и так ничего не произошло. Вот я хочу, чтобы вы все-таки после моих вебинаров начали хоть о чем-то думать, что время может работать и на вас, и против вас. Вам решать, что делать с этим временем, и вам решать, что делать с вашими деньгами, и уж само собой решать, что делать с информацией, которую я вам сегодня дал. Удачи вам, благополучия вам и процветания. С вами был Ричард Делендорф и как всегда по вторникам 8 по Москве или 12 по Америке я провожу вебинар для начинающих, потому что я хочу, чтобы нас, инвесторов, было большинство. Удачи вам! Продолжение следует...